Приветствую всех! Вы на канале LM London и с вами Лидия. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения Тиффани в Лондоне. В столице Туманного Альбиона находится 9 ювелирных магазинов, включая лондонский флагман на 25 Old Bond Street. Сегодняшнее видео очень заинтересует представительниц прекрасного пола Анита Луз. Главная героиня, которую играет Мерлин Монро, поет песню под названием «Бриллианты. Лучшие друзья девушки». И она права. Каждая девушка чуть ли не с детства мечтает о брюликах, о красивых украшениях. А что может быть прекрасней изделий Тиффани? С 10 июня по 19 августа в Лондоне в Саачи галерея проходит выставка «Vision and Virtuosity», которая является праздником важного наследия. На выставке представлено более 400 исторических артефактов, включая ранее неизвестные ювелирные изделия из архива. Среди них украшения, созданные дизайнером Жаном Шлюмберже и Эльзей Перетти, а также голубая коробочка Тиффани и Компани 1878 года. Экспозиция состоит из семи разделов, посвященных основным главам из истории бренда. На выставке можно узнать подробнее о наследии основателя Чарльза Луиса Тиффани и увидеть изделия из его коллекции. Настоящая выставка – это наглядная хроника легендарного ювелирного дома с момента его основания в Нью-Йорке в 1837 году. Каждый из семи залов выставки посвящен отдельным темам. В первом зале можно познакомиться с наследием основателя Чарльза Луиса Тиффани. Во втором зале представлены работы творческих личностей, таких как Жан Флюмберже и Эльзе Перетти. Третий зал посвящен ежегодной коллекции ювелирного искусства «Синяя книга». Четвертый зал представляет культовое обручальное кольцо «Тиффани Сеттинг». Пятый зал посвящен культовому фильму «Завтрак у Тиффани», в котором представлено знаменитое черное платье Одри Хэбберн. В шестом зале посетителей ждет широкое разнообразие бриллиантов Тиффани. И последний зал посвящен знаменитому бриллианту бренда весом 128.54 карата. В конце выставки гостям предлагается погрузиться в опыт Тиффани и примерить кольца с бриллиантами и виртуально украсить себя знаменитым бриллиантом Тиффани Даймонд. Также имеется магазин, в котором представлена подборка коллабораций художников и предметов ограниченного выпуска в цвете Тиффани Блю. Это футболки и толстовки, разработанные Дэниелом Аршамом, скейтборды, уайтер снэйкс, футбольные мячи Тиффани энд компани, вазы, ручки и карандаши Каран Арч, а также чайный сервиз. Выставка Vision and Virtuosity рассказывает необычную историю одного из старейших ювелирных домов класса люкс. Через его почти 200-летний путь новаторского творчества, легендарного мастерства и поиска самых необычных бриллиантов и драгоценных камней в мире. Эта выставка прекрасно отражает наше многолетнее наследие, объединяя традиции и современность. «Мы очень рады поделиться с Лондоном миром Тиффани энд компани и нашим уникальным стилем высокого ювелирного искусства», сказал Энтони Ледру, президент и главный исполнительный директор Тиффани энд компани. Давайте же растворимся в этом прекрасном мире блеска, шика, изящества и красоты. Приятного просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Напоследок по традиции анекдот одесса! Три часа ночи звоногу дверь! Муж открывает дверь! Кто вы? Грабители! А шо вам надо? Золото? А много? Сто килограмм! А сто пять не хотите? М, ну давай, сто пять! «Сарочка, золотце, вставай! За тобой пришли!» Всем мирного неба, любви, счастья. И пусть ваши мужчины почаще дарят вам красивые украшения.